это был первый вопрос вопрос 2 от вероники найдутся может быть у вас какие-то инструменты идеи как работать с детьми которым надо выйти по адаптированной программе они сидят вместе в классе с другими которые усваивают материал при этом она мне написала что это обычная средняя школа дети 5 класса и 7 класса проблема в том что они молчат рот не хотят открывать все перепробовала чуть ли не танцую перед ними и что как бы в этом случае делать диагноз или что это такое моя реакция когда это прочла была такая что конечно опять же говорю ответа нет однозначного что делать с такими детьми но я поделюсь просто своим опытом работы конечно имея свою собственную языковую школу это большая радость потому что ты здесь тот человек который устанавливает законы по которым вы все вместе живете и продуктируете продуктивно как бы работаете да что касается средней школы тут конечно случай вообще тяжелый вот и я просто хотела поделиться своим опытом три года так сложилась судьба что в российской федерации три года проработала в средней школе и это был замечательный опыт богатый опыт как бы да я и выжила и приумножила как бы естественно свою методическую копилочку и самое главное сложилось отношения как бы да взаимоотношения между мной между программой между детьми и так далее первое что хочется сказать таким преподавателям ни в коем случае не винить себя о том что ты что-то делаешь не так невозможно как бы быть милым всем всем мил не будешь это хорошая поговорка у нас во-вторых школьный предмет английский язык и освоение языка изучение языка углубленно это вообще как бы разные вещи в-третьих как у них с русским языком у этих детей да как у них вообще со школьными предметами да то есть если там все великолепно вас они никак не реагируют на вас да тогда может быть еще что-то может можно как бы смотреть и думать но очень часто же в школу вообще вы себе представляете школа это давление постоянное да насколько дети не любят школу отсюда конечно же и отношения соответствующие к нам и к нашим предметам но мне всегда везет в жизни я любимчик божий и у меня были замечательные дети замечательный коллектив преподаватели да и мы с самого начала с детьми договорились у меня не было только отличников не не было только дождь у меня были разные дети но мы с ними договорились так ребята мы с вами давайте сейчас договоримся как получить у меня двойку это вообще ничего не сделать как получить тройку четверку пятерку вот смотрите я вам задала допустим там три упражнения да сделала все три упражнения хорошо сделал до 5 сделал два упражнения это 4 сделал одно упражнение это 3 не сделал ничего это ноль вот так вот да и все было четко и понятно и им и мне второй момент да также было и про стихотворение помнишь там допустим да там столько-то строчек то есть я их соответственно делила выучишь все 8 строчек это будет столько-то там пятерка да выучишь там 6 строчек четверка четыре строчки тройка ничего не выучишь двойка вот таким вот образом все это было и все было гораздо честно и вот каждый божий урок мы с ними как бы договаривались могли поставить ему два но при этом на переменке выйдя в коридор мы обнимались обменивались впечатлениями о выходном дне и все было замечательно не надо далеко ходить сейчас эти дети которые уже меня сейчас буду я на работе и вот так в течение четверти они мне записывали чтобы они хотели видеть на контрольной работе дальше перед тем как у нас контрольная работа что я делала я 10 листики раздавала они фотографировали домой а не давала вот и я говорю вот это из этих заданий я выберу 5 которые будут у тебя на контрольной работе в зависимости от того сколько ты соответственно выполнишь правильно вот такую оценку ты получишь как правило 90 процентов может быть даже 95 процентов детей готовились и получали очень достойные оценки моя цель была какая персонализация мне же вообще все равно какой то есть печатать им собственно говоря да да я потрачу лишние полчаса там копипейш копипейш но ну того стоит это взаимоотношения с детьми они хоть что-то запомнят да получается что они три раза смотрят это задание первый раз когда мы его выполняем вместе второй раз они его смотрят когда они выписывают себе его что они хотят увидеть на контрольной работе третий раз перед контрольной работой они его еще раз делать ревизион хоть что-то в голове но откладывается понимаете и такие дети были у меня ну маленький очень процент игру чтобы процентов 5 но максимум 10 детей которые не учили не повторяли получали два им сказала все ради тебя стараться больше не буду будешь писать общую контрольную работу вот которая должна быть у нас по программе вот а вот такой опыт был у меня с этими детками да в средней школе поэтому опять же it's all about your relationship это все ваш вопрос зачем оно вам надо как бы да зачем оно надо детям вот ну нормально я себя чувствую ну подумаешь ребенок не отвечает нужно не только на моем предмете как правило да то есть это такие вот дети так следующий вопрос да итак вопрос 3 вопрос Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...